Александр Зорич. Время московское. Часть первая. Голова первая. Держаться. Март, 2622 год. Город Полковников. Планета С-8017. Система С-801. Гибель Кольки я перенес неожиданно легко. За это спасибо клонам. Они не давали скорбеть о смерти одного друга. Смертей кругом было не с честь сотни и тысячи. Мы выкрасили звезды багрянцем, отравили эфир ужасом и ненавистью. Тактическое дуболомство, проявленное клонами при планировании атаки трех светителей, стоило им колоссальных потерь. Но два полных авиакрыла, это под 200 флугеров, так что уничтожить все эшелоны нападающих мы не могли чисто физически. Нам на дюрандалях оставалось только спасаться бегством. Спасибо эскадрилье И-03 вовремя подсобило. Оторвавшись ее помощью от наседающих истребителей, мы на последних граммах топлива добрались до Рюдзё. Всех выживших пилотов, в том числе и меня, техникам пришлось буквально выковыривать из кабин, ноги нас уже не держали. Истребители ближней зоны прикрытия, в основном Горынычи, были растерзаны. Волны ударных флугеров, презирая бешеный зенитный огонь, одна за другой обрушились на три светителя. Помимо ракет, выпущенных штурмовиками, которых никто не считал, гвардейский авианосец получил пять торпедных попаданий. К этому следует прибавить фраваши, экипаж которого пошел на таран, когда не смог выпустить поврежденную торпеду. Это стало быть шестая торпеда плюс сто тонн железа. Но авианосец не погиб и после этого. Силовой эмулятор был разрушен. Почти везде погасло освещение. Бороться за жизнь корабля приходилось в тошнотворной невесомости среди пузырей замерзшего флугерного топлива при убогом свете на шлемных фонарей. Половина отсеков была разгерметизирована. Человек, схлопотавший крошечный осколок, умирал от удушья. От удушья умирали и те, в чьих баллонах подходил к концу воздух, но они, не выпуская из рук сварочного аппарата, до последнего вздоха латали очередную пробоину. И никто не задумывался, есть ли в этом хоть капля смысла. Авианосец смертельно ранен, но приказа оставить корабль никто не отдавал. Приказы были совсем другие. Содержимое авиационных погребов за борт. Восстановить герметичность прочного корпуса на ангарной палубе между шпангоутами 112 и 114. Разрядить стрельбой накопители зенитных батарей. Приказы должны быть выполнены. Мобилизованные в январе молодые рабочие питерских заводов выполняли их вместе с кадровыми военфлотцами и немногими оставшимися без машин пилотами, такими как Лобановский. Аварийными партиями дирижировал инженер Коперанг Глухов, который оставил на заместителя центральный пост борьбы за живучесть и лично метался с палубы на палубу из отсека в отсек с дефектоскопом и портативным агрегатом блиц-сварки. Гвардейский авианосец «Трисветителя» превратился в гору смятого и взорванного металла. Двигательные установки корабля давали от силы треть номинальной тяги, и все равно аварийные партии продолжали работу. Многим раньше планового срока им удалось полностью восстановить герметичность кормовых отсеков, прогреть их и, добравшись до конверторов, протестировать узлы и блоки. Инженер-капитан-лейтенант Пайсукидзе выносит вердикт о том, чтобы ввести в строй люксогеновые конверторы, не может быть и речи. Как и следовало ожидать, все дюары имеют микротрещины. Даже если устранить прочие повреждения, запуск конвертера с натреснутым дюаром приведет к быстрому и неизбежному взрыву, имеющему плутониевый эквивалент 200 критических масс. Инженер-капитан-глухов не желает в это верить и отправляется лично проверять работу Пайсукидзе. Его дефектоскоп отказывается находить трещины в одном из дюаров, а это значит, ремонт еще возможен. Глухов грозит отдать Пайсукидзе под суд за саботаж. Пайсукидзе обращает внимание Глухова на то, что у его дефектоскопа, похоже, садятся батарейки. Батарейки меняют. Дефектоскоп находит, так и трещину. Глухов вынужден принести извинения. Выслушав доклад инженеров, контр-адмирал Канадчиков, наконец, принимает долгожданное решение оставить корабль. Первыми на борт фрегата «Современный» были переправлены раненые вслед за ними персонал авиакрыла и авиотехнического дивизиона. Затем фрегат «Вспыльчивый» принял младших чинов экипажа. Затем быстрее, чем хотелось бы, вернулись конкордианские флугеры. Но нас там уже не было. Личным приказом главкома Пантелеева «Рюдзё» был выведен из боя и отправлен на космодром Глетчерный, второе по величине гнездовья военфлота, в городе полковников. Лёгкий авианосец едва увернулся от своры конкордианских штурмовиков, рыскавших в стратосфере с явным намерением ринуться вниз к вереницам белых холмов и смешать с расквашенной ледовой кашей очередную зенитную батарею. Когда штурмовики сообразили, что перед ними вовсе не конкордианский десантный транспорт, авианосец директории «Ниппан», они поспешили атаковать. Пришлось входить в атмосферу по планетолётному, хотя авианосцам и всем прочим звездолётам подобное категорически не рекомендовано. Мы резко пошли на снижение, и, раскачиваясь на гигантских волнах высотных ветров, едва не перевернулись. Центровка «Рюдзё» оставляла желать лучшего после того, как ему пришлось принять на борт два десятка машин в перегруз. К счастью, все силовые системы авианосца функционировали безупречно. В противном случае за нашей жизнью я не дал бы и просроченного лотерейного билета. Маневровые двигатели, работая сериями микроимпульсов, с ювелирной точностью компенсировали крутящие моменты во всех плоскостях. Перед вхождением в нижние слои атмосферы, эмулятор «Рюдзё» инвертировал, наконец, вектор тяжести, и корабль, освободившись тем самым от всевластной силы тяготения, продолжил посадку уже в штатном режиме, то есть превратился на некоторое время в почти невесомый объект, повинующийся лишь двум силам — сопротивлению воздуха и импульсам своих двигателей. Так мы с моим верным Дюрандалем попали на космодром Глечерный. Было 15 марта 2622 года, 21.08 по стандартному времени. В городе Полковников, глухая ночь, 4 часа до рассвета. Мы еще не знали, что в 20.55 с борта флагманского линкора Кават была передана кодовая фраза «Начинайте восхождение на гору Хукайри». Приняв сигнал, конкордианские линкоры перенесли огонь в соответствии с плановыми таблицами. Фравиши на авианосцах спешно приготовились к работе по особо защищенным наземным целям. Конкордианское десантное соединение разделилось на отдельные эскадры, каждая из которых нацелилась на свой участок высадки. Развязка приближалась. Лучшие из лучших были мертвы. Авианосцы остались почти без флугеров, пережившие мясорубку эскадрильи и отдельные машины перебазировались на космодромах города Полковников. Второй ударный и остатки Интерфлота покинули 801-й Парсек. Дальнейшее открытое противостояние с клонской армадой обещало привести к бессмысленной потере последних боеспособных вымпелов. Без особого труда выиграв артиллерийскую дуэль с нашими крепостями, клонские линкоры в сопровождении флотилий тральщиков заняли выгодные позиции на низких орбитах и открыли убийственно точный огонь. Две дивизии, пятую танковую и девятую мобильную, оборонявшей город Полковников, теперь отделяла от конкордианских сил вторжения лишь жиденькая атмосфера. Высадка неприятельского десанта была делом времени, причем самого ближайшего. Десантное соединение подошло к планете вплотную. Уцелевшие радары засекли их, но атаковать десантные транспорты было уже нечем. Селумитовые снаряды линкоров заставили умолкнуть наши тяжелые батареи ПКО от Северного полюса до Южного. Ракетные залпы в ответ доставляли клонам известные неприятности и даже заставили ретироваться с основательными повреждениями линкор Есдигерт, но исход боя сомнений не вызывал. Главный калибр — это главный калибр. Последнее слово в бою с противодесантной обороной принадлежит линкорам, и если только нет возможности навалиться на них сотнями торпедоносцев, можно спокойно выбрасывать белый флаг. Сотен торпедоносцев у нас больше не было. О белом флаге, разумеется, никто и не помышлял. Приказ главкома Пантелеева от 15 марта был доведен до всех рот, батарей, эскадрильи и экипажей, оборонявших 800 первый парсек. Да-да, держаться. Переводим с российского пафосного на русский обыденный получаем. Умереть так, чтобы не стыдно было. «Еще минута в скафандре, и я сойду с ума!» Нехорошим, натреснутым голосом сказал незнакомый старлей с эмблемой тринадцатого авиакрыла на шлеме. «Сарюрика, стало быть!» — машинально отметил я. «А я, кажется, с ума уже никогда не сойду!» — ответил я мрачно. «Тут нет ничего смешного!» — действительно, ничего смешного. «Вы надо мной издеваетесь?» «Друг, успокойся!» Под предводительством сухопутного майора с повязкой комендатура мы топали от Рюдзё к космодромному Капаниру. Там будет тепло, там нормальный воздух, там нас, наконец, разденут, дадут чашку кофе, может быть, даже бутерброд. Есть, впрочем, хотелось не так, чтобы очень, хотелось заботы и внимания. Ведь от японцев не дождешься. Они, кажется, в глубине души считали всех нас, спасшихся трусами, и жалели, что Рюдзё не погиб геройской смерти в одном строю с тремя святителями. Допускаю, впрочем, что лишних бутербродов в кладовых Рюдзё просто не оставалось. Всю небоевую нагрузку могли выбросить за борт перед приемом наших эскадрильей. — Лейтенант, вы мне не тыкаете, извините, но кричать-то не надо. Я потерял сегодня пять человек, понимаете, пять, всю полуэскадрилью, а я лучшего друга. Хотел сказать я, но мне вдруг стало невносимо противно. У нас что, теледебаты на тему «А кому сейчас легко?» — Сожалею, товарищ старший лейтенант, — вяло сказал я. Он заткнулся. Прямо перед нами по лётному полю проползла батарея кистеней, лазерно-пушечных зенитных самоходах. Замыкающая машина остановилась, из командирской башенки по пояс высунулся офицер и по-мальчишески задорно крикнул. «Эй, мужики, вы нам работёнки оставили?» Раздалось сразу несколько ответов и встречных вопросов. «Не волнуйся, скучать не будете. Навоюешься ещё, Орёл, по самое не могу. У вас тут что, одна батарея на весь космодром? А куда вы танки задевали, здесь же целая дивизия должна ошиваться. А вас разве ещё не долбили?» Офицер ответил только на последний вопрос. «Был один налёт. По космодрому А клоны уже серьёзно работали. Сейчас принялись за Б, а нас пока обходят». «Скоро они исправят это упущение», — пообещал Бабакулов. «Чтобы приободрить зелёного зенитчика, думаю, был он моим ровесником, но войны ещё толком не видел, а потому, считай, был моложе года на три, я сказал, мы сейчас по чашке кофе хлебнём, и если что, вам поможем. Ты, главное, в опознавательных не путайся. Начнёшь с дуру в нас гасить — уроем». Офицер попался не из обидчивых и на язык бойкий. «А ты, товарищ, к нашим зениткам не жмись, летай повыше. Твоя зона ответственности в вертикальном эшелоне ПКО, стратосфера, или как?» «Я на тактике летаю, куда пошлют. От нуля до плюс бесконечности. Горыныч?» «Дюрандаль. Ну так чего тебе нас бояться? Всё равно не прострелим. С вашим-то полем». В бронированных недрах самоходки залаял громкий интерком. «Ладно, поехал своих догонять. Бывайте». Кистень взревел, легко взял с места километров за полста, и сразу же исчез в серебристой мгле. Габариты на машине были выключены. Светомаскировка. «Капонир» — понятие растяжимое. Вообще-то это укрытие для флугеров, но в зависимости от класса космодрома капониром может называться и относительно лёгкое сооружение на одну-две машины, защищающее только от осколков и лазерных пушек, и огромный многоэтажный бункер, выдерживающий прямые попадания любых боеприпасов вплоть до четырёхтонных силумитовых снарядов. Если есть возможность, в капониры заодно прячут и склады, и мастерские, и казармы, и штабы. Именно в таком подземном городе мы и оказались, миновав замаскированные внешние ворота, усиленный пост охраны, тоннель и одну свору автоматчиков на втором посту. Не тех наград, конечно, но вполне на уровне. Мне, как пилоту палубного базирования, в таких укромных местечках города полковников бывать ещё не приходилось. Встретили нас так, будто готовились к нашему появлению целую неделю, то есть многим лучше, чем мы надеялись, и даже могли надеяться. Нам помогли выбраться из лётных скафандров и сразу выдали кислородные маски. Так, на всякий случай. Затем отвели в отлично освещенную столовую, плотно накормили и крепким чаем напоили. Единственная просьба к нам со стороны дежурных заключалась в том, чтобы мы управились с едой как можно быстрее, в пределах четверти часа. Симпатичные девушки из персонала столовой выхватывали опустевшие тарелки прямо у нас из-под носа. По всему чувствовалось, сразу вслед за нами здесь будет столоваться следующая партия офицеров. Это радовало. Если есть кого кормить, значит, не всё ещё потеряно. Стоило нам обжигать да пить чай, как нас едва ли не бегом погнали в инструктажную и быстро переписали имя, фамилия, звание, специальность, должность, часть. Выяснило, что пилотов-истребитель из бывшей группы «Шторм» набирается около четырёх десятков, то есть хватит на полный авиаполк. Остальные офицеры были со смодеев, но они теперь мало кого заботили. В сложившейся обстановке любой флугер радиолокационного дозора, посмевший подняться в воздух, обещал стать лёгкой добычей конкордианцев. А вот мы, истребители, ещё могли послужить Отечеству. Напоследок, так считал и Толтынь, который, к полнейшему моему изумлению, возник в инструктажной, как из-под земли. Товарищи, я, адмирал Толтынь, с 13 марта, исполняя обязанности коменданта космодрома Глечерный, преобразованного приказом главкома в укрепрайон Глечерный, а с 2.00 сего дня я назначен ещё и командующим восточного сектора обороны. Толтынь сообщил эти факты самым недовольным видом, будто отмахивался от назойливой мухи. Ещё бы! Адмирал с его опытом и авторитетом не нуждается в представлениях. Это во-первых. А во-вторых, как бы ни называлась должность человека в адмиральских погонах, если он появляется в инструктажной комнате перед обычными пилотами, ни у кого не возникнет сомнений в том, что человек этот пришёл с очень серьёзным разговором, и слушать его надо очень внимательно. Десять минут назад дальнее боевое охранение космодрома Б вступило в бой с разведротой противника на бронемашинах.